Валерий Седов Это самый строгий пост, и у него ведь есть какие-то правила, которые тоже нужно соблюдать? Что касается правил, то, конечно, как и всякий пост, этот пост основным своим правилом имеет правило воздержания. Воздержание в самых разных сферах нашей жизни. А должен ли каждый крещеный человек поститься, или это выбор каждого? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вот о чем с вами подумать. Дело в том, что, будучи крещеным, человек совершает очень много различных действий. Он приходит в храм, он молится Богу, он совершает добрые дела, он постится. И кто-то скажет, что это некое должностование. То есть, человек крещеный теперь обязан делать это, это и это. Но на самом деле это не так. Когда человек приходит в церковь через крещение, становится частью церкви, ему открывается много даров, которые Бог оставил церкви для того, чтобы человек мог, пользуясь этими дарами, жить духовной жизнью. И вот пост один из этих даров. То есть, дары церкви – это не обязанности человека. Потому что никто не спрашивает у вас, если вы крещеный, почему вы не были в храме, например. Почему вы в пост едите колбасу? Это не обязанности. Это преимущества, которые человек совершает для того, чтобы стать ближе к Богу. И совершает их, конечно, тот человек приступает к ним, тот человек, который осознает, что эти преимущества действительно очень много ему в духовной жизни дадут. Так что да, действительно, крещеный человек должен соблюдать пост, и он делает это не потому, что кто-то его обязывается и стоит над ним с кнутом, с палкой, а потому что он понимает, насколько это важно и ценно для него, для его души, для его возможности встретиться, приблизиться к Богу. Великий пост – что важнее, воздержание в пище или как раз-таки его духовная составляющая? Потому что для многих это как раз-таки такая большая диета, наверное, не знаю, как это еще назвать. К сожалению, действительно, часто бывает именно так, но главное, конечно, это то, что происходит в душе человека. Вот эта связь с Богом не случайно пост называется весной души. Весной все пробуждается, и душа наша тоже пробуждается от сна, греховного сна, в котором она находится. А еда, ограничения в еде, как и любые другие ограничения телесные, они необходимы как средство для того, чтобы дать возможность действовать душе. Потому что все время нашей жизни мы, как правило, слышим только потребности тела. И эти потребности заглушают мольбы к нам души, просьбы ее о том, что она хочет, что ей хотелось бы, что ей полезно. Тело над нами давлеет, над нашей личностью, хотя человек состоит из души и тела. Эти две равноправных части его, начало человеческой личности. И вот в пост мы стараемся тело ограничить именно для того, чтобы оно не давлело над душой. Это только средства. Средства могут быть разные. И человек, который по немощи или по каким-то причинам не может поститься в еде, не значит, что не может поститься вообще. Потому что есть много других способов воздержания, много других возможностей для того, чтобы ограничить себя, ограничить свое тело. И, находясь в такой аскезе, в аскетическом состоянии, все-таки подумать о душе, о пользе для нее. Вот поговорили как раз-таки про ограничения и про правила. Ведь действительно правила поста, насколько я знаю, они не один для всех. То есть там для людей разных профессий они все-таки разные. Или все-таки нужно придерживаться какого-то общего? Сейчас мы с вами опять о еде. На самом деле устав, который есть в церкви, это устав для монастырей. Для монастырей, поэтому он достаточно строгий. И мирянин, конечно, не может следовать этому уставу в силу того, что монастырь это достаточно закрытая система, где есть определенный порядок, определенные правила жизни. И эти уставы, они соответствуют правилам жизни монастыря. Мирской человек, который находится по другую сторону монастырских стен, живет в этом динамичном мире, он, конечно, не в состоянии все эти правила соблюдать так, как их соблюдает в монастыре. И бывает так, что это даже вредно, может вред принести душе. Поэтому приходские правила, приходской устав, он формируется уже непосредственно приходом, в который человек ходит, духовником человека, священником, которому человек обращается за помощью, за советом духовным, какими-то традициями, которые складываются в среде определенной. Я вырос в Касимове, и там пост более строгий, более строгий подход к посту, нежели, например, в Рязани. Но это не значит, что там правильно, а здесь нет. Это значит, что есть определенная традиция, определенная последовательность подхода к посту именно в приходских храмах, не в монастырях, которые, конечно, руководствуются уставом церковным относительно постов. Но если мы с вами отойдем немножко от еды, то, конечно, в пост человек должен себя ограничивать и относительно чего-то другого, ну, в частности, развлечений. Сейчас нас окружает очень много развлечений, развлекательных мероприятий, очень много шума информационного, который вокруг нас. Человек встает с утра, сразу включает телевизор и параллельно кушает, параллельно собирается на работу, что-то там смотрит, слушает в полууха. И так целый день. На работе тоже он с кем-то в основном общается. Вечером опять приходит, опять телевизор, засыпает под телевизор, чтобы опять с утра встать, опять все это заново начать. Почему так происходит? Потому что этот шум, он поглощает голос души. И душу не слышно. Ей плохо, она болит, ей требуется помощь, духовная помощь. Но человек боится этого голоса и боится той боли, которая у него внутри. Поэтому он старается ее этим мусором информационным засыпать, чтобы не слышать, что душа ему хочет сказать. Мы стараемся от этого освобождаться. Стараемся немножечко этот мусор куда-то направить на переработку, из души его вымести. Поэтому ограничиваем себя от информации лишней, ограничиваем себя от развлечений. И это может делать каждый. И человек, которому нельзя что-то по здоровью, например, есть. И человек, который на тяжелой работе находится. То есть любой может не смотреть телевизор, любой может не посещать развлекательные мероприятия, любой может вместо того, чтобы тратить время, например, на компьютерные игры, сделать какое-то доброе дело. Или что-то полезное для души, например, духовную литературу почитать. Или пойти в храм на богослужение. То есть вот в этом плане относительно такого воздержания, конечно, никаких противопоказаний не существует. Известный такой анекдот. Батюшку спрашивают. Батюшка, а можно в пост телевизор смотреть? Он говорит, конечно, можно, только не включайте. Сейчас началась первая неделя поста. А какие правила устанавливаются? И что должны соблюдать люди, которые все-таки решили поститься? В течение поста, который называется Святой Четыридесятницей, то есть святые 40 дней. Наиболее строгие дни – это, конечно, первая седмица, третья крестопоклонная и последняя страстная седмица, которая уже отдельно стоит, обособленно присоединяется к посту. В одни первые седмицы начинаются богослужения особым постовым чином. Человек постепенно входит в круг постовых богослужений. Они совершенно отличные от тех богослужений, которые мы знаем в течение года, которые в храме совершаются. И, конечно, есть особенные богослужения. Человек призван их посетить. Это и литургии прежде священных даров. Они совершаются в среду и пятницу, и в течение поста будут совершаться. Но вечером с понедельника по четверг первой недели совершается Великое Повечерие с чтением Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Критского. Это особые богослужения, которые никогда больше не повторяются. Канон еще раз будет читаться постом, уже целиком. А вот на первой неделе он делится на четыре части. И верующие обязательно стараются посетить эти богослужения. Тем более, что текст канона, он очень проникновенный. Потому что там преподобный Андрей Критский, это святой еще древней церкви, он рассматривает всю историю человечества, ветхозаветную и новозаветную, и сравнивает с состоянием нашей души. Вот что внутри у человека происходит. Какие там страсти кипят, бушуют, какие греховные помыслы, побуждения. И вот таким образом он оценивает, постепенно с историческим контекстом сравнивая, то, как душа способна или погибнуть, или направить себя к Богу. Это очень интересное на самом деле размышление, в которое вникает, человек понимает, насколько это все близко и ему тоже, каждому человеку это близко. И проникается таким образом настроением поста. И вот если мы говорим, да, о смысле поста, мы много с вами говорили тоже о еде. Конечно, еда не главная, но, к сожалению, у большинства людей, если спросить, ты постишься или нет, то человек подумает в первую очередь про еду, не про что другое. Но вот с первых дней поста мы слышим такие слова, такие молитвы в церкви, что пост, настоящий пост, угодный Богу, это именно отречение своих греховных, каких-то внутренних состояний. Отречение от зла, удержание языка, неосуждение, милосердие. То есть настоящий пост, он именно таков. Вот человек решил поститься в первый раз. Какие-то, может быть, советы подскажете, что такому человеку делать? Во-первых, это все очень индивидуально, все, что связано с духовной жизнью. Понятно, что есть определенный порядок, определенные правила. Но первое, что нужно сделать человеку, который решил поститься, пойти в храм и взять благословение, поговорить со священником, рассказать о своем образе жизни, о том, какие возможности относительно здоровья у человека есть, и получить благословение на тот пост, который человек способен понести, способен выдержать, чтобы этот пост действительно был для него полезным. Ну, представьте, если вот я никогда не ходил в спортзал, а все мои знакомые ходят и качаются, поднимают там штанги, и вдруг я решил, все, иду тоже, и тоже хочу вот стать сильным, хочу качаться, и вот я приду и сразу на какую-то позарюсь большую штангу, большую гирю, ну, схвачу я ее, и это закончится тем, что я надорвусь, спину надорву, еще что-то в организме произойдет, после этого я очень долго не смогу никакой физической работой заниматься. Вот с постом то же самое, это духовное упражнение, и если взять просто сразу меру, такую, которую ты никогда не поднимал, то ты можешь просто надорвать силы своей души, так что тебе потом не захочется ни поститься, ни в храм ходить, какое-то долгое время организм будет просто восстанавливаться. Поэтому нужно, чтобы был какой-то тренер, который подскажет, а вы первый раз, ну, давайте попробуем с малого, давайте вот с этого попробуем, давайте вот такую нагрузку возьмем, но не более, иначе просто вы не выдержите, вы сломаетесь. Так что вот с этого надо начинать. А вот как раз-таки благословение, что это такое? Благословение – это некое напутствие, некий совет духовный, которому человек может следовать в своей духовной жизни. И такой вопрос. Очень многие стараются исповедоваться именно в Великий Пост. Почему такое рвение, и как бы правильно ли они поступают или нет? Это тоже связано с тем, что пост предполагает укрепление духовной жизни, церковной жизни человека. И часто человек, который в течение года в храм не ходит, все-таки во время поста задумывается, что нужно было бы это сделать, и поэтому как раз во время поста он старается это сделать, чтобы и совесть свою успокоить, что вроде он пришел в храм, ну и может быть какую-то духовную пользу все-таки получить. Конечно, этого люди в первую очередь ожидают. Но здесь следует сказать, что пост, конечно, он неотделим от церковной жизни. То есть пост – это не что-то такое обособленное, не какая-то диета, это не какой-то модный тренд, вот надо ему следовать. Он неотделим от церковной жизни, то есть если человек хочет приблизиться к Богу, одного поста недостаточно. Он должен участвовать в церковной жизни, участвовать в таинствах церкви, приступать к таинству Евхаристии, таинству причащения, исповеди, молитвы какие-то к Богу обращать, не только в церкви, но и дома. То есть это целая сфера жизни при взаимодействии с Богом, которую церковь человеку дает, дает возможность такую. И пост – это одно из направлений, когда человек может потрудиться, духовно себя укрепить, совершить вот эти духовные упражнения, чтобы и душа себя чувствовала по-другому, и внутреннее состояние человека было иным. Какие-то перемены благие должны в человеке происходить. То есть, конечно, человек должен заботиться об этом постоянно. Пост – это особое время подвига, но нужно выстроить свою церковную жизнь так, чтобы она в течение года тоже человека освещала. А если этого нет, то, может быть, человек получит какое-то благословение церкви, благодать Божию получит. Но это временные меры. Если он опять пропадет после поста на какой-то длительный срок, то он все растеряет, что Бог ему дал. То есть это планомерный труд духовный, в котором пост играет немаловажную роль. Но если это только один пост, а остального ничего нет, то, конечно, сомнительны результаты такого духовного подвига. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня. И до встречи. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok